В мире есть страна с самым высоким показателем потребления чая на душу населения. Из-за чая жители этой страны некогда отправлялись в самые опасные путешествия и затевали самые свирепые войны. Обладая передовыми технологиями купажирования чая, они создали распространившуюся по всему миру культуру после обеденного чая. Однако в этой стране совсем не выращивали чай. В этой серии мы расскажем вам о чайной истории Англии. Истории, полной противоречий и тесно связанной с нашим духовным миром. Субтитры создавал DimaTorzok Самое высокое потребление чая на душу населения в мире не в Китае и не в Индии, а в Англии. Однако чая в Англии не было изначально. Ради чая англичане не жалели денег, платили высокую цену и даже цену войны. Откуда же возникло такое помешательство на чая? В Лондонском кондоминиуме после полудня Джейн продолжает свое занятие, посвященное чаю. Более 30 лет назад Джейн была учителем английского языка, но затем потеряла работу и была домохозяйкой. В 1983 году она вместе с друзьями открыла чайную. Ее увлечение чаем длится уже 30 лет. Субтитры создавал DimaTorzok Третий урок, который Джейн организовала для кирстия, посвящен танцам. Более 100 лет назад танцы и чай считались великолепным сочетанием в английском обществе. После полуденного чая, когда наступало время танцев, даже самые сдержанные английские дамы не могли удержаться от веселья. Кирстия выросла в беднейшем районе Лондона. Ни в чайном, ни в танцевальном обществе она никогда не была. И танцевать она не умеет. И хотя работу ей найти никак не удается, чай и танцы поднимают ей настроение. Чай изменил Англию. Сформировал уникальную культуру после обеденного чаепития. Но сегодня на другом конце мира последователи моды также все больше понимают и принимают традицию после обеденного чаепития. Чай, принося с собой дух Англии и Лондона, возвращается на свою родину, в Китай. Семья Дианг Хой Диань некогда привезла в Тайвань английскую традицию после обеденного чаепития. 12 лет назад сама она переехала в материковую часть Китая и стала управляющей чайной в Шанхае и Пекине, где подают после обеденный чай. 12 лет назад я не отбывала в Китай, и не было никакой смыслови, и летняя очень дорогая. И за понимание, очень трудно привезли. В Китай на Bunсе с собой годом я не смогу перебываю. В Китай, по всему миру, международным путью и танцами, можно больше точно, когда до конца включения. Продолжение следует... 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 60-летней годовщины со дня восхождения Елизаветы на престол. 60-летней годовщины со дня восхождения. 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 70-летней годовщины со дня восхождения. 60-летней годовщины со дня восхождения. 60-летней годовщины со дня восхождения. 60-летней годовщины со дня восхождения. Том когда-то принимал участие в телепередаче «Остаться в живых» и заработал некоторую славу. Он постоянно живет отшельником. В выходные дни Джонатан приезжает навестить его в его небольшой хижине, выпить чая и поболтать. Вы знаете, что вы делаете, что вы делаете, что вы делаете в «Три Хунгри Бой» и еще и другие вещи. Но вы думаете, что эти три, эти два парня, были те-дринкеры? Массивно. Массивно. Я не знаю, мы вообще, потому что мы не обладали, мы не обладали, не обладали, не обладали, не обладали, но обладали в моем пакете. В один из них я взялся в, в мой раз, в сухую, лоней-теаблю. И вы знаете, мы 12 пакет от этого. Это было единственное, которое мы взяли с нами, потому что мы не позволили взять еды, денег, ничего на наши разведки. Мы просто начали с одной вещью, которую я знал. Иногда пакетик чая может сотворить целое чудо. Кроме Тома, Джонатана в его начинании поддержала целая группа чаеводов. Они, пенсионеры, опытные люди, некогда работали на зарубежной чайной плантации. Вырастить чай в Англии было их мечтой. После почти десяти лет стараний, Джонатан наконец на родной земле собрал первые чайные листья. Их не так много, да и знают о них немногие. Это будет о том, что привести чай в доме. В странном случае, это доме чай. И мы добавляем чай в английский чай за первое время. Это то, что это значит. За более чем 400 километров отсюда, в Лондоне, продолжается работа по созданию рецепта памятного чая в честь 60-летия коронации Елизаветы. На протяжении более века род Тванингс изготавливал для английского королевского двора специальные сорта чая, каждый из них является уникальным. Стиву в голову пришла смелая идея, и даже его предки не отважились бы на такой рецепт. Вы не можете брать даржелинь с санцем, но в этом случае, даржелинь, это очень вкусно, и очень вкусно. Это характер мы называемый маскотел, который как бы даржелинь, и очень грифый, light, стремящий характер. И у вас есть много вкусов, потому что у него есть очень вкусно. В общем, вы думаете, что это не будет работать, но даржиния расширяет ассанта, ассанта, как правительство Сейф-Жуниси-Квай. Это очень срочно. Это все. Сегодня в Букингемском дворце на торжестве в честь 60-летия коронавции королевы Елизаветы, публика впервые отведает памятный чай. Кирсти изучает чайное искусство уже три месяца. Сегодня ее последнее занятие – посещение чайного бала. В лондонском отеле «Вальдорф Хилтон» раз в месяц проходят чайные балы. О весьма популярных более века назад чайных балах сегодня уже практически люди забыли. Но этот пятизвездочный отель по сей день хранит старинную традицию. На последнее занятие Джейн, преподавательница Кирстия, решила не приходить. Танцевальную площадку она полностью предоставила своей ученице. Нет ни партнера по танцам, ни кого-либо из знакомых. Станцевать Кирсти фактически не удается. В будущем Кирсти хочет открыть свою небольшую чайную. Чай может стать и ее работой, и частью ее жизни. Чай – это лучшая компания для проведения послеполуденного времени. Английская чашка чая – это история перипетий путешествий через континенты и моря, встречи Востока и Запада. Это история, оказавшая влияние на развитие человеческой цивилизации. Сегодня чай уже не вносит волнения в торговые круги. Сегодня он вернулся к своим истокам. Он вновь стал своего рода искусством и способом духовного сближения. Я думаю, что Кирсти – это магия, как истокам, как истокам, как истокам. Это помогает собой курить под себя, как истокам. Если ты так истокам, как истокам, как истокам, как истокам. Они ходят себе истокам. Она помогает наenary все прощения, ставят по-куст fine Bluetoothу. Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан!